Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 5 января день Феодула, день памяти святых десяти мучеников критских. Когда мучеников повели на казнь, то по дороге они стали спорить, кому первому идти под меч и раньше принять мученический венец за Христа. Спор прекратил Феодул, сказал, первым будет тот, кто последний подставит голову под меч. Видя перед собой усыкновение друзей своих, он не убоится, не проявит никакой скорби, не изменится даже в лице. Тот и явится славнейшим подвижником и победителем. Сегодня в народе отмечается день Феодула Зимнего. Полагалось читать Священное Писание и молиться Богородице. Сегодня можно и нужно работать, чтобы завершить все дела к Рождеству. Однако старались не работать с острыми предметами, вилами, топорами, ножами. Считалось, если человек поранится сегодня, то весь год будет тяжело болеть. Даже в наши дни знающие люди по этой причине опасаются хирургического вмешательства в этот день. Стараются переносить операцию на другое время. Также в этот день почитают память Святого Православной Церкви Нефонта Кипрского. Его народ считал защитником от разного рода нечисти и злых сил. А опасаться было от чего? Оказывается, в день Феодула ворожей и колдуны наводят порчу на людей и домашний скот. Для этого проводились различные обряды защиты. Пекли сегодня пряники в форме коров, овец, петушков, заворачивали выпечку в чистую материю и клали до Рождества в укромное место. Приметы. По этому дню предсказывали погоду в ноябре месяце. Если сегодня идет снег с сильным ветром, значит месяц июль будет дождливым и сырым. Говорили, пришел Федул и ветер надул. Мол, это к хорошему урожаю. Сегодня нельзя подшивать подул, иначе проживешь меньше положенного. Снегопад в безветренную погоду к хорошему урожаю. Если кошка сегодня ищет теплое место, жди затяжных морозов. Если куры ведут себя беспокойно, это к метели. Если лошадь храпит, это тоже к метели. Вот яблочки. Четыре вида яблочек. Какие из них наиболее полезны, сейчас мы определим. Помимо того, что мы их... О, ароматная. Какой-то аромат, но такой не свежий. Тонкий аромат, но не такой сильный, как у этого яблока. Очень слабый аромат, я его практически не ощущаю у этого яблочка. Итак, теперь мы посмотрим, сколько в этих яблоках биологически активного железа. Для этого мы просто-напросто сделаем срез. Срез ножом металлическим. Из всех яблок, из всех яблок, вот это яблоко начинает ржаветь, скажем так, быстрее всего. И, кстати, она пахнет лучше всех. Значит, именно в этом яблоке больше всего биологически активных веществ. Для сравнения еще разок, сейчас немножечко подождем. И потом я еще разок срежу, чтобы показать. Вы видите, что вот они побурели. Насколько они побурели? Отрезаем аккуратненько. И сравниваем. Раз. Вот так вот мы отрезали. Сравниваем. Практически ничего не изменилось. И здесь, и здесь. И здесь беленько, и здесь беленько. Значит, в этих яблоках мало биологически активных веществ. Берем другого яблочка, зеленое. И так же мы с вами делаем надрез. Так. Что касается сока, то это яблочко намного сочнее. О! А вот это яблочко, сразу видно, большая разница. Видите? Белое. А здесь побурелое. Здесь гораздо больше биологически активного железа, нежели в том яблоке. Вот это яблоко наиболее полезно с этой точки зрения. Так. Теперь смотрим желтенькое яблочко. Так же мы делаем разрез. И смотрим, что у нас получается. Практически и эта, и эта сторона у нас мало чем отличается. Но здесь чуть-чуть. Значит, это яблочко против зелененького намного слабее. И теперь берем то, что наиболее было ароматное. И посмотрим. А каково оно? Отрезаем. И смотрим. Да, аромат здесь хороший. Но что касается биологически активных веществ, полезных для нашего организма, то их здесь мало. Как видите, разница небольшая. Еще разок показываю разницу. В зеленом яблоке, видите? Здесь побурело, и здесь беленькое. Вот оно, самое полезное яблоко для лечения, оздоровления и повседневного употребления. Ему можно есть. Поэтому это не является. Червяк не выберет, да, плохое? Да, оказывается, червяки в первую очередь, они все это дело исключают, чтобы не было никакой химии. Они едят экологически чистые продукты. Какие умные червяки. Одиннадцатые лунные сутки Носит такое название, день Икадаши, первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. Эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоли ее называют кундалини. Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас расторожают. И еще одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. Двенадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека от чувства милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ – сердце, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердия и сострадания, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказанное проявляет злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое, свежевыжитые соки, отвары трав, фруктовые компоты.